Итак, всем привет, с вами Допгай, а перед началом ролика я порекомендую вам подписаться, чтобы не пропускать другие интересные и полезные видео. Поехали! И как вы можете знать, недавно буквально вышла DLC Domination вместе с патчем 1.35 и принесло очень много изменений. Давайте же я вам расскажу, что именно и насколько это на самом деле хорошее DLC. Достаточно часто у парадоксов выходят какие-то проблемы, но тут они прям постарались. И реально виден результат? Теперь у многих интересных мажоров есть прям огромные ветки миссии. И что мне очень особенно нравится в этих миссиях, в них часто есть вариативность. Вам также еще видите, подсказывают, что произойдет в ивентах, этого тоже очень не хватало в миссиях. Очень часто вы можете сразу видеть, что вы получите, а не просто произойдет, пупич-лупич пришел в банк, что же будет с зарплатой. Теперь даже есть ветви миссий, то есть в зависимости от того, как вы прошли одну миссию, у вас могут быть другие новые миссии. Допустим, здесь вот можно засоюзиться с папой римским и как бы вести с ним хорошее отношение. Либо наоборот, как бы оскорбить его, здесь как раз такие условия оскорбить, либо ужасно оскорбить папу римского. Из-за этого поменяются ваши миссии. Более того, поменяется много, то есть там он поменяется. Затем здесь у вас также есть какие-то другие миссии, которые также зависят от того, что вы выбрали с папой римским. То есть вот, если мы, допустим, дружим с ним, то получается одно, если нет, то другое. Это все делает новые миссии просто шикарными, действительно. До этого игра была, ну, в нормальном гроб состоянии, были хорошие миссии, но сейчас их просто интересно изучать, интересно делать, интересно выполнять условия и смотреть, что происходит в других условиях. К примеру, вот с империей можно у Франции инцидент, так сказать, пройти и можно стать императором, можно разрушить империю, можно оскорбить императора. Выборы, на самом деле, прикольные и в зависимости от того, что вы сделаете, вы, скорее всего, получите разные результаты. Это, на самом деле, тоже круто. И особенность это выдался в том, что проработано реально много деревьев. Не только какая-то одна нация получила кучу контента, а все. То есть, Османы, Франция, Англия, Россия, Испания и Япония с Китаем. Ну и некоторым минорным нациям, вроде Бранденбурга и Пруссии, ну и там, может, Португалия, какая-нибудь Корея, что-нибудь вот такое. Вместе с этими миссиями для всех этих странах вводятся новые реформы. И это тоже невероятно круто. Посмотрите, терпят реформ, у нас выбор из 12 реформ. Вы прям реально можете какой-то новый билд попробовать или как-то по-другому поиграть. И вместе с этим, насколько вы знаете, в игре есть специальные юниты, но по факту они были всего у нескольких стран до этого. Баннеры у Манчжурии, у Москвы есть стрельцы, у Османы и Янычары. У индусов, по-моему, тоже есть юниты. У Польши и у Москвы, допустим, есть еще особенная кавалерия тоже. Но теперь еще дополнительным странам поводили новые юниты наземные, а самое главное еще и морские. У Франции ведь здесь есть мушкетеры, тоже как особый юнит у Англии, фокусов которых еще стало больше, да? И она может пойти в Англию, которая как раз таки Англия-Франция, и Англия, которая морская Англия. Вот тоже имеет свои особые корабли, и более того, ну, прям в супермиссии очень много страт теперь получили миссии до конца игры. Миссии какие-то уникальные, с уникальными бафами, с бафами, которые реально значат, а не так, чтобы получать 10 престижа за то, что завоевали 10 регионов, не знаю. И причем они реально начали экспериментировать с разными бафами, вот здесь где-то просто Merchant Trade Power дается. Здесь 100 реформ, 2000 дукатов, еще какая-то новая реформа. И да, прям очень много разных вариантов, очень много путей развития. Очень по-разному можно эти миссии совершать, можно часто дипломатически, можно вассалить, можно захватывать. К примеру, вот у Франции с Провансом можно решить вопрос с тремя путями, и, блин, это реально прикольно, это реально круто. И вообще можно выйти в такую Францию морскую, получить себе вон бафы на корабли, и иметь возможность строить два флагмана вместо одного. Звучит просто невероятно имбово. Ну и невероятно имбово еще дополнительный баф на всю игру. Если вы сможете задоминировать полностью всю Британию, Нидерланды и, в принципе, канал вы сделаете Ла-Маншем. У Москвы тоже, у Москвы и, на самом деле, у Новгорода тоже теперь куча разных миссий, и они действительно тоже теперь интересны и имеют, по-моему, тоже где-то какие-то варианты. Например, вот можно иметь союзников, а можно захватить самому. В общем-то, вы поняли, контент добавили просто немерено. И над ним реально классно поработали. И, опять-таки, мы заходим снова к реформам Москвы, и здесь тоже есть уникальные реформы. И ко всему реально приложено было хорошее внимание, и ничто не чувствуется таким, знаете, отдельным. Потому что, когда раньше выпускалось DLC, и какую-то страну очень жестко прорабатывали, остальные страны казались, блин, ну какими-то такими. Не сильно веселыми сразу, да? Является новая страна, у которой много новых миссий, много каких-то решений и ивентов, остальные остаются такими же обычными. Здесь это апдейт, который просто аппает все. Даже сословия тоже перебалансили и поменяли. Перебалансили какие-то еще реформы, перебалансили самые главные идеи. Идеи тоже поменяли, и мета пока что еще как бы даже и не сложилась. Возможно, скоро что-то уже появится, да, какой-то набросок того, как будут снилдиться страны. Но из-за того, что экономику понерфили, квантити до этого понерфили, то в принципе, да, теперь есть пространство для воображения. Я подозреваю, на каких-то странах, учитывая их бафы, теперь билды могут реально отличаться. Так что лично мне апдейт и DLC очень сильно понравились. И я, наверное, в ближайшее время буду очень плотненько заседать в Европу. А также в том числе тестить разные билды, потому что, ну, теперь реально можно как-то по-интересному делать свои страны. Хотя надо быть реалистичным, и в принципе, через, наверное, несколько месяцев уже сложится какая-то мета по идеям. Но до этого момента можно получать удовольствие от ваших фантазий. В этом, пожалуй, все. Как я и сказал, я очень доволен. Пока что даже ничего плохого у них не вспыло. Как минимум, пока что я не нашел. Нигде ничего я такого не видел, чтобы что-то было прям сломано. Скорее всего, какие-то баги будут найдены. Часто такое бывает. Но, в отличие от прошлых DLC, как бы, да, там сразу люди находили кучу проблем. Потому что, если проблемы есть, они всплывают моментально. Пока что мне даже нет ничего плохого сказать об этом вновлении, об этом DLC. В конец-таки наша маленькая инди-студия выпустила прям хороший вардук. И я очень хотел бы, чтобы они продолжали такую вот практику. Хороших DLC, хорошие проработки, полноты вот этих вот изменений. Чтобы они не касались только каких-то маленьких моментов или маленьких стран, грубо говоря, да. Ограниченное только. И также я очень хотел бы, чтобы они перенесли эту практику куда-то еще. Ну, вы понимаете, там ходечка, да. Там тоже есть такие вещи. В общем-то, лайк ставим нашей маленькой инди-студии. А с вами был Добгай. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Оставляйте обязательно лайки, комментарии, делитесь своим мнением об обновлении. Можете также делиться мнением о том, какие идеи вы берете. Может, у вас уже какие-то сложились преференции, что вы, как обычно, хотите. А также, какие страны получили самые жесткие бафы. Потому что бафы получили очень многие страны. Ну и не забывайте о том, что в описании также есть ссылочка на Twitch и на группы Дискорда. Всем пока!